Здравствуйте! Зелёнка – это синтетический анилиновый краситель. Антисептическое средство, которое применяют в виде водных или спиртовых растворов для смазывания кожи при её заболеваниях, каких-то повреждениях. Бриллиантовый зелёный впервые был получен в 1879 году в Германии. Об антисептических свойствах этого вещества узнали только в следующем столетии, когда обнаружилось, что один из красителей, а именно бриллиантовый зелёный, уничтожает микробы. Что же в ней такого бриллиантового? Почему так называется? Другие красители имеют название поскромнее. Есть малахитовый зелёный, метиленовый синий фиолетовый, жёлтый реванол, и он один бриллиантовый. В сухом виде до растворения в спирте это вообще-то золотисто-зелёные комочки, по латыни viridis nitensis, то есть зелёный блестящий. Переводя это название на французский, неведомый химик использовал слово бриллиант, что по-французски означает блестящий. Ну а какой-то очередной переводчик перевёл уже от блестящего, как бриллиантовый. Так и появилось это название – бриллиантовый зелёный. Мы привыкли любую царапину, ссадину, порез обрабатывать зелёнкой. Но за границей в аптеке зелёнку купить невозможно. Как же они без неё живут? А они удивляются наоборот, наших детей увидев раскрашенных зелёнкой. Зелёнки нет в продаже на Западе, так как там принята доктрина доказательной медицины. А молекулярный механизм действия зелёнки и других красителей, к сожалению, до сих пор неизвестен. Чтобы это выяснить, нужно провести сложные и дорогие исследования. Но кто же будет это делать для столь старого препарата? К тому же есть ещё туманные разговоры о том, что зелёнка обладает канцерогенными свойствами. В западной медицине помимо эффективности важна ещё эстетическая сторона. А у нас по традиции на комфорт пациента особого внимания не обращают. Хотя в последнее время для обработки язвочек, трещин и прочих повреждений тоже рекомендуют уже так называемую жидкость костеллани. Она бесцветная, без фуксина. А фуксин ей придавал ярко-малиновый цвет. Ведь обрабатывая какие-то свои раночки, не обязательно подчёркивать свои проблемы красителям. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Сёмкин